Сказал, говорит Сустьян Ас-Саури от Аль-Кама ибн Марсада, от Мухиры ибн Абдиллах, от Аль-Ма'рура ибн Суэйда. Анна ибн Машрут, разъяллаху, сказал. Ма'рур ибн Суэйд у нас уже встречался как-то по этой книге. Где мы его вспоминали? Ма'рура ибн Суэйда. В каком асаре? Не помните? Ма'рур ибн Суэйд. Несколько уроков назад. Говорили, что он говорил однажды мы с Умар ибн Хаттабом, или совершали намаз в фадир за Умар ибн Хаттабом. А потом люди начали расходиться, искать те места или совершать намазы в каких-то местах. И Умар спросил, зачем они уходят и тому подобное. Вот в этом асаре встречался Ма'рур ибн Суэйд. Так вот, Ма'рур ибн Суэйд, Анна ибн Ас-Саууд, разъяллаху, ануху, сказал. Передает о том, что ибн Машрут сказал. Однажды посланник Аллаха спросили об обезьянах и о свинях. Или это свиньи и обезьяны, которых изуродовал Аллах. То есть имеется в виду, Масаха это как бы изуродовал. Превратился одного состояния в другое состояние. Значит, посланник Аллаха какой вопрос задали? Вопрос задали. Те обезьяны и те свиньи, которые существуют сегодня на лице земли, являются ли они потомками тех самых иудеев, которых Аллах превратил некогда в обезьяны и свиней? И тогда посланник Аллаха сказал. Инна Аллах лам юглик хауман, поиснет Всевышний Аллах, не губит народ. Лам ямцах хауман, не изуродует народ. Саяджа аллаху насалан вала ахиба. Кроме как обязательно оставляют его без потомства. То есть Всевышний Аллах сказал, если какой-то народ уродует, то есть превращает в обезьяны и свиней, то эти обезьяны, свиньи, превращенные из людей, умирают, и после них не остается потомство. Отсюда что берется? То есть свиньи и обезьяны, которые есть сегодня на земле, это не потомки этих иудеев, которые превращены были когда-то в свиньи и обезьян. И пророк просто он говорит, и обезьяны, и свиньи уже существовали до этого. Значит, на земле существовали свиньи и обезьяны, потом пришли иудеи. И Аллах превратил их в этих самых свиней и кого-обезьян. Затем эти свиньи и обезьяны превращенные, что сделали? Умерли, соответственно, и не оставили после себя потомство. Аллаху мусульман, этот хадис передает имам мусульман, и он является достоверным. В этих хадисах пророк Сусом разъяснил, что существующие сегодня обезьяны, а также свиньи, это не те обезьяны и свиньи, которые были потомками иудеев, которые были превращены в свиньи и обезьян. Потому что тот народ, кого уродует Всевышний Аллах, уже не оставляет после себя потомство. Но как тогда понять хадис посланника Аллаха, где он сказал про мышь или про крысу? Наверное, это животные из тех, которые были изуродованы. То есть то же, что крысы и мыши бывшие люди. И Аллах превратил людей в крыс. Этот хадис приходит у Бухарии мусульман со слова Абу-Уреры. А также со слова Абу-Саида относительно ящерицы. Такой же есть хадис от Абу-Саида до кузри относительно ящерицы. Значит, пророк Сусом разъяснил, что сказал, проявил свое сомнение. Сказал, возможно, крыса и возможно ящерица из тех, которые были превращены когда-то из людей. Говорит Азель, то есть как это понять тогда, что пророк Сусом указывая на существующих крыс, сказал, наверное, они из тех, которые были, в них были превращены люди. Отсюда понимается, что существующие сегодня на земле крысы это бывшие люди. Как это тогда понять? Говорит, этот хадис разъяснил его Хадзель и сказал, что эти слова пророк Сусом сказал, сомневаясь относительно крысы и относительно ящерицы. Являются ли эти два животных из тех, которые превращены в них, люди или нет. Важали, как Аблиан, Юха, Илея, Анна, Леви, Мусиха, Аля, Якуна, Лауна, Слэн. И это до того, как пророку Сусом пришло откровение, что если Всевышний уродует какой-то народ, то он не оставляет у него потомство после этого. Азель, Аблиан, Юха, Илея, Анна, Леви, Мусиха, Аля, Якуна, Лауна, Слэн. Значит, существующие на земле сегодня животные, будь то обезьяны или крысы, или свиньи, или ящерицы, это не прямо те потомки людей, которые были уезуродны в этих животных. То есть, не рассказать ли мне вам про людей, чьё положение худшее, чем это. То есть, потому что люди и христиане говорили про мусульман во времена пророка, салаллаху алисалам, мы не знаем последователей религии, чья доля в этой дуне и в следующем меньше, чем у них. Значит, иудеи и христиане говорили про мусульман, ваша доля, как в дуне, так и вахера, самая меньшая передала. Мы не знаем никого, кто был бы меньше доли, чем у вас. И мы не знаем религию хуже, чем ваша религия. Поэтому пророк, когда у вас упомянул ответ вот этим словом, сказав, Скажи, тогда не поведав ли мне вам, хуже, чем это, а это огонь, то есть, который ждёт вас. То есть, ваша доля ещё хуже. Если уж наша хуже, наша доля такая плохая по вашим словам, то ваша доля хуже, чем эта. То есть, не поведав ли мне вам, чьё наказание будет суд на день хуже, чем это. То есть, пришло в форме нас, связи со словом «инда Аллах». Как наказание перед Аллахом. А это худшее наказание касается тех, кого проклял Аллах и разменялся на них и превратил их в обезьяны свиней. Говорит Аль-Багави, в обезьян Всевышний Аллах превратил тех, которые наручили субботу, а в свиней Всевышний Аллах превратил тех, которые не уверовали в трапезу Иса, алей-иссалям. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам Газа Относительно такого разделения не приходит достоверного хадиса. А это то, что те, которые проявили неверие в трапезу Иса, превратились в свиней. Самое известное, что приходит относительно этого, это хадис Аммар ибн Ясира у Тирмиди Атаджи ибн Абихатима и внешний у Иснат хороший. Но Тирмиди Акиба, но сказал Тирмиди после него Мы не знаем, что будет хадис передаваться со слов пророка, со слов Аль-Хасана ибн Хаза. Суммар Аллаху Маукуфа А затем передал его в форме Маукуф И это более достоверно. И мы не знаем основы, что будет у этого хадиса, чтобы этот хадис передавался от пророка, аммар ибн Ясир мог взять это от людей писания. В эту историю мог взять от людей писания. Значит, что мы сейчас поняли, что пришел хадис от Аммара ибн Ясира о том, что обезьяны это те, которые нарушили субботу, а свиньи те, которые нарушили или не уверовали в трафизу Иса Али-Хасана. Говорит шейх Муаммад Низам, такое разделение неправильно. Такое разделение является неправильным. Нам нет на него довода. Дальше. Он Али ибн Абитальха и приходит от Али ибн Абитальха, от Ибн Аббаса. То, что изуродованные, как в обезьян, так и в свиней, оба, то те, которые нарушили субботу. Он говорит, что их молодежь превратилась в обезьян, а их старики превратились в свиней. Говорит шейх Муаммад Низам, этот Асар от Ибн Аббаса является слабым, прерванным. В нем Абдулла ибн Аббаса, который является слабым, и Али ибн Абитальха ничего не слышал от Ибн Аббаса. И упомянул этот Асар также Аль-Вахид из своей книги Аль-Васид, вообще без десната. Но сказал, «Вакалюль валиби от Ибн Аббаса». Сказал валиби от Ибн Аббаса и упомянул этот Асар. А Али ибн Абитальха не приписывается к валиби, но к валиби приписывается к Али-Вахиду ибн Аббеярху Алла Вали. То есть у этого Исната еще есть разногласия к тому же. Значит, этот таксир тоже является неустановленным, не пришедшим за заверными Иснатом от подвижника. Значит, в общем, говорится, что иудеи и христиане, нам, иудеи и христиане были превращены, что иудеи ибн Аббезьян за то, что ослушались какой-либо из приказов Кривишнего Аллаха Анатара.